С 1 сентября в Слободском началась выдача транспортных карт. В претензионном центре на Халтуре на 16 довольно многолюдно. В среднем в первую неделю в день выдавалось порядка 330 карт. Одни получают их для себя, другие помогают разобраться с нововведением старшим родственникам. Конечно, не нравится. Что не нравится конкретно? Ну вот я ездила, 11 рублей из кармана положила, у меня незаметно. А 300 я сейчас оторвала от сердца. А еще какие-то неудобства есть? Ну какие неудобства не знаю. Все равно надо возить пенсионные, карточку с собой надо возить. Деньги ее надо каждый раз смотреть, не закончились ли. Эту карту надо будет все время куда-то ложить и хранить, и путать с остальными банковскими картами. Я бы взяла из кошелька, отдала 11 рублей, показала этот проездной. Надо, значит, проездной с собой носить, карту носить, и еще вдобавок не знаешь, какое количество денег. Разве это удобно? Вот у меня маме 82 года. Для нее это вообще непонятно, как сесть в автобус и какую еще карту достать и что показать. Она не может пользоваться этими картами, она не может даже на такую карту положить деньги. Главное неудобство в том, что при внедрении новой системы льготникам не оставили выбора. У Валентины Кормщиковой старший родственник инвалид. На автобусах ездит крайне редко. За картой сам прийти не может. Редко раз в год ездить. Вот зачем ему карта? Это вот тоже вот к чему? Зачем вот это лишнее? С 8 сентября открыт еще один пункт выдачи карт в актовом зале на первом этаже здания администрации. Здесь нет большой очереди и, следовательно, напряжения среди посетителей. Я пенсионер, беру льготы. Сейчас везде это техника, так должно, наверное, быть. Я так думаю. Как часто вам приходится пользоваться общественным транспортом? Ну, не очень. Я вот планирую пока 100 рублей положить. Я в первомайском живу. Так вот езжу, пенсию тут получаю, к дочке в гости. Нормально. То иногда вот мелочи не бывают. Рожешься, рожешься. А тут карточку все отдал и все. Не смущает, что придется деньги на нее класть, еще ходить куда-то, специально время тратить? Ну, так раз в месяц положишь, так все, езди без всяких. Пока, мне кажется, хорошо. Не всегда было 10 рублей, там рубль находится, а тут сразу. А то, что нужно было где-то деньги положить, на это время потратить, не смущает? Нет, это меня не смущает. Поток для нашего города, в принципе, нормальный. 100 с лишним человек в день мы принимаем. Очереди нет, так идут люди постепенно. Мы здесь работаем именно только с пенсионерами и льготниками. В будущем уже будем выдавать к концу недели обычные транспортные карты, которые могут приобретать просто жители нашего города. Работаем в режиме на Степана Халтурина с 8 до 19, с понедельника по пятницу. В администрации работаем с 8 и до 19. Если количество людей будет больше, часы будем увеличивать, естественно, дабы все успели получить карточки. В терминалах девочки вам помогут, там специальные кармашки есть для транспортных карт. Это сколько надо туда и лыжать? От 100 рублей. 100, 200, 300, 400. Смотря с какой интенсивностью вы сами ездите. Остаток средств можно контролировать либо через терминал, либо по билету. На чеке, кроме стоимости поездки, указан и остаток денег на карте. Пожалуйста, ваш чек, ваша карта. Чек сохраняйте до первого поезда. На первый раз пока вроде бы не совсем понятно, но надо потренироваться. Так-то, вообще-то, вот хорошо. Дальше будет хорошо ездить. Показал проездной, карточку подал, сняли там денежки. Пополнить карту пока можно в трех точках. В претензионном центре, в центральном отделении Сбербанка и в отделении банка Хлынов. Елена пополняла карты сына и мамы. Особой сложности в этом не видит, но и целесообразность внедрения новой системы, которая отменяет старую, ставит под сомнение. Честно скажу, мне эта карта не нужна. Потому что, что я платила 16 рублей, что я в банкомате буду платить. Там высчитывают, сколько поездок я потрачу. Тут-то я уже знаю, на сколько поездок у меня денег в кошеле. А тут придется ведь на высчитывать. Я же могу по три, по четыре раза в день ездить туда-сюда. Из одного конца в город в другой. Так что мне эта карта не нужна. Сентябрь – месяц переходный. Льготников пока должны возить как по картам, так и за наличные. Единственный момент есть с точки зрения именно пополнения карточек. Когда пополнение производится и карточка кладется в кармашек терминала, очень важный момент – карточку из кармашка не доставать до того момента, пока терминал не напишет, что операция завершена и не выдаст все соответствующие квитанции. Если карточку раньше изъять, то данные могут не поступить на эту карточку. И тогда нужно будет обращаться в претензионный центр, чтобы денежки ручным образом работницы претензионного центра пополнили. По нашим сведениям, это не единственная сложность, которая возникает при использовании транспортных карт. Но пассажиры пока почему-то предпочитают не сообщать о своих проблемах в претензионный центр или перевозчику. Как известно, россияне всегда отличались терпением. Продолжение следует...